друзья один из самых красивых видов с точки зрения молнии которые я наблюдал когда-либо это две отдельных мощных башни которые сейчас сверкают вовсю сейчас снимаю видео на высокой скорости 60 кадров в секунду в принципе должно передавать то есть молнии во первых идут достаточно часто и очень красиво иногда выходят за пределы самого рабочего облака вот этих двух башен изумительно то есть во первых закатное солнце подсвечивает башни видите наверху верхушки вполне нормально освещены конечно видео немножко дает делает их слишком светлыми на мой взгляд сейчас реально темнее но бить и на экране вы вполне видите вытягивает телефон и постоянно идут молнии волшебные видео получится в таких башнях мне довелось несколько раз в жизни побывать ну наверно не с молниями я не знаю кстати за счет чего такая интенсивность молний вот если вы разбираетесь в грозах расскажите пожалуйста крайне признателен обычно молния надо еще дождаться то есть ты сидишь думаешь когда же жахнет когда же будет молния ждешь ждешь потом она бах бабах и жахнула а здесь ну ты вы видите да постоянно что-то чего-ка-ка-ка-ка чмокает почему так может быть очень интенсивность высокая вот этих восходящих потоков может еще что-нибудь но результат налицо постоянно сверкают заряды так вот был я свою жизнь два раза в похожих облачках ну конечно как это точно таких но немного других то есть у меня были один случай был облака были без молний во втором случае все-таки молнии были первый случай когда мне было двадцать четыре года или двадцать двадцать лет мне было я попал в испанию на этап кубка мира на парапланах и в один из дней ну я туда конечно отправился большой и светлой любви несчастный скажем так мне было уже все равно я думал ну хоть это как это не полетаю так хоть ну сами понимаете максимализм юношеский вот короче развеивался ну и на развеивался до такой степени что какой-то из дней я залетел попал в облако . меня ну там было непонятно засосет не засосет казалось это обычное облако оказалось что это ливнево-грозовое тогда она сначала ливневым было потом в общем до грозового развилась и меня всосало вот вот такую подошву тюк и дальше начал втягивать а в этом облаке на самом деле воздух сильно закручивается там ну там можно как вот у вас в душе закручивается воронка когда всасывается вода она закручивается уж не помню в какую сторону в северном полушарию против часовой стрелки если не ошибаюсь потому что всегда вправо потоки лучше крутить так вот ну может за любую сторону закрутиться и меня засосало сначала был три метра в секунду поток потом потом я уже начал выходить из этого облака фокус том что к облаку со всех сторон воздух подтягивает отсюда отсюда и как бы вы не хотели выйти внизу вот здесь вот в этом радиусе вполне может быть скорость такая что ваш параплан просто не в состоянии будет уйти куда-нибудь потому что скорость всасывания в это облако будет значительно больше дальше меня втянуло в само облако и начала поднимать на высоте где-то километров 4-5 я начал покрываться льдом я попробовал конечно глубокой спиралью там когда параплан там свинчивается вниз свинтится не получилось меня где-то то есть я смог снижаться то есть у меня начала поднимать метров 13 секунду 12 то есть зашкалил и валик а соединитель показывал 12 метров и когда я сделал глубокую спираль то есть я видимо 18 метров секунду где-то 20 выжил у меня показалось снижение 6 но я смог держать так около минуты после чего мне как поддала каким-то потоком вышибла из этой спирали глубокой и сложила в узел разложила ну и дальше я буквально за секунды пока приходил в себя там за там не на 5 10 секунд набрал высоту больше чем я за всю минуту слил то есть я понял что это не вариант дальше начал просто замерзать достаточно активно у меня руки почти перестали работать я понял что нужно первым делом перчатки натянуть то есть полез открыл кофр достал перчатки натянул чтоб руки хоть могли работать дальше началась гипоксия потому что я превысил 5000 метров все это опять же в турбулентности дикой все это трясет ковыряет я смотрю значит на этот бедный параплан помню что он вроде как зеленый а он серый то есть гипоксия началась то есть уже не хватает кислорода у меня все краски вообще поплыли темнеть начало как-то ну в общем все я вот тот момент очень ярко ощутил вот это чувство когда ты сейчас здесь на этой планете да вот вот тут вот а через секунду тебя нет и вы не поверите не знаю будет ли видно меня не поверите в этот момент очень сильно захотелось жить и сразу пришло решение я увеличил экранчик гармина и смог наконец-то увидеть какую сторону меня вращает вращала меня то ли по то ли против силовой стрелки я не помню я повис на одной клеванте то есть мне казалось что я вообще куда туда лечу но навигатор показывал что я наконец-то перешел из вот этого хаотического вращения внутри облака в напрямую и где-то через пару минут на высоте 6 там с копейками 6 800 если не ошибаюсь я выпал из облака где-то вот представьте вот наковальны сейчас верхние обычно таких наковальними вот эта верхняя часть это стратосферная часть это где-то получается в районе там 10 11 километров должно быть в теории потому что почему гроза останавливается почему на не идет выше потому что там выше вот этой всей штуки теплый воздух инверсия тепловая и восходящий поток просто не может подниматься выше я выскочил вывалился ну представим где-то на 6000 куда к чпунь из этого облака вокруг белизна вот это красивая у меня конечно весь параплан полностью покрыт льдом вокруг каждой стропы тоже такая ледушка карандаши стропы выглядели только к стержень это стропа снаружи какой-то как карандаш это все что вокруг и я отряхнулся с меня пап начал падать лед меня полетел по этот воздушному коридору тоже так получилось вывалился из одного облака ряда второе впереди коридор город гуадих испанский это было в испанских сиро-неваде и куда-то я к этому городу полетел приземлился поцеловал землю и понял что выздоровел хочется жить поэтому как бы гроза была еще немножко лекарством она показала что любые переживания они конечно перед наверное какой-то точкой за который же не заканчивается до живой теперь не знаю насколько долго но точно счастлива вот а второй случай был это уже в африке я когда оказался в сложной ситуации то есть нас сдуло далеко в пустыню и единственный шанс вернуться топлива у на мотопланере было мало ну сколько там на час полета по факту там даже на полтора но был очень сильный ветер настолько сильный что если бы мы летели на моторе это ветер 60 км в час на моторе можно здесь 120 например то есть 60 до дома было 180 на три часа топлива у нас не было и я принял решение немножко набрать в облаке что категорически делать нельзя по правилам визуальных полетов но у меня 2 где горизонта было я вроде как считал что я такой молодец то есть опять же гроз не было были ливневые системы но понятно было что когда-то это грозами закончится и мы зашли под маленько-маленько кучевое облако вошли в него чтобы ты чёночку набрать а облако это даже вот эти монстры они сначала такие маленькие кучки потом не начинает расти 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 превращается вот этот чудовище и как раз в этот момент облака начала перерождаться нас начало тянуть вверх с какой-то совершенно адской скоростью это сначала там 8 потом 10 потом 11 метров в секунду я понял что 11 это реальный перебор перешел напрямую и вот те наверное там 20-30 секунд пока я выходил напрямую из этого облака вот в ту направлении дома нашего домашнего аэродрома чем нас вытащила почти на больше пяти километров мы набрали хотя начинали набор на трех и прикол в том что в облаке тепло то есть вот этот весь в облаку воздух который входит в облако он ну вы если руку намочили да и при этом помахали руке холодно то есть вода которая испаряется забирает энергию от вашей руки вам холодно из-за этого а если из водяного пара образуется собственно вода вот эти вот в облаке которые есть мельчайшие капельки воды энергия как раз выделяется при конденсации и в облаке скажем так тепло это реальный кстати эффект то есть можно летать рядом с облаком высунуть руку в окно будет холодно входишь в облако становится тепло то есть град ну там до 6 градусов может быть разница и получается что пока мы были в облаке у нас на крыле крыло было мокрое там все покрыто естественной водой за счет конденсации а как только мы покинули облако вокруг температура значительно ниже стало и вот эта вода которая была на крыле мгновенно превратилась в ледяную корку начало клинить управление там на крыле есть такие майларовые ленточки ну то есть уплотняющие элементы которые прижимаются к управлению и дальше это леночка просто может примерзнуть к колерону к стабилизатору и дальше сами понимаете планер перестанет управляться я начал конечно управлением работать активно влево вправо вперед назад влево вправо вперед назад ножками ну и мы отлетели от облака снизились в более плотные нижние слои атмосферы были теплые все это конечно растаяло но на крыле был реальный лед в африке при температуре у земли в 40 градусов ну там 38 то есть на пяти тысячах воздух имел отрицательный температур что естественно и вот я конечно научился после этого сильно уважать еще раз сильно уважать даже на планере вот такие образования и быть значительно осторожней помимо всех этих эффектов с обледенением в таких облаках мощнейшие восходящие потоки там в принципе может быть и 50 метров в секунду скорость свободного падения то есть если вы например пропали вот сюда в верхнюю часть облака и падаете вниз то поток восходящий вверх может быть настолько сильный что будет вы будете парить в облаке без парашюта без ничего поэтому крайне важно в такие штуки даже самолеты боятся залетать естественно в грозовое облако я бы никогда не залетал ну вот у меня получилось что на планере я залетал в ливневая ну не в линии в маленькой кучевое рассчитывает ищенку метров набрать но тоже получил так сказать на орехи и сейчас трижды думаю даже чтобы приближаться к таким облакам вот вам был краткий экскурс в жизнью облачную и наверное очень красивое метеоявление которое мы вместе с вами наблюдали эх красотища до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов и гигей мы кстати на в ср купе этого ср купе мы приехали сюда привезли принцессу на ремонт вы только что ну не знаю не видно вам ничего тень автобуса нашего верного т4 точно наблюдаете все до новых встреч друзья для новых позитивных роликов